Группа родителей учеников школ Дурлешт по собственной инициативе обустроила в пригороде 8 пешеходных переходов. Люди рассказывают, что сделали это из-за огромного количества происходящих здесь дорожных аварий. А местные власти, по их словам на просьбу о появлении новых зебр, никак не отреагировали. Действия активистов премырии не приветствуют и утверждают. Несмотря на то, что эти пешеходные переходы необходимы, появление их законодательно не урегулировано, а значит зебры нужно убрать. Это пешеходный переход, который появился благодаря помощи родителей детей из этого учебного заведения. Пока не обустроили эту зебру, здесь был очень опасный участок дороги. У нас есть видео, которое показывает, что ребенок попал в аварию здесь до того, как появился этот переход. Здесь обычно ездят на высокой скорости. Олег Попушой лидер инициативной группы из Дурлешт, в которую входят более полусотни человек. Мужчина рассказал, что жители пригорода давно пытались добиться от премырии обустройства дополнительных пешеходных переходов, особенно в густонаселенных районах, где ДТП происходит очень часто. Однако, когда люди поняли, что местные власти не будут оказывать помощь в этом вопросе, решили объединиться и сделать все самостоятельно. Однако премырии это, похоже, не очень понравилось, и в результате Олег Попушой получил два штрафа по 900 леев. Также на его имя было выписано два протокола. Мы находим это смешным и некорректным. Мы делаем хорошее дело, а премырия, вместо того, чтобы зарегистрировать переходы в инспекторате общественной безопасности, ставит нам палки в колеса, потому что эти зебры того не стоят и никому не нужны. При этом жители Дурлешт говорят, что пешеходные переходы в этих местах были необходимы. Хотелось бы, чтобы что-то подобное делалось у нас тут почаще. Скажу вам открыто, на улице Димо творится настоящий кошмар. Там очень много автомобилей, много людей оказались под колесами, очень много людей погибли и взрослые дети. Очень опасно. Однажды я шла из магазина, и прямо передо мной пронеслась машина на очень высокой скорости. Здесь очень опасно. Тут очень большой поток людей. И людей, и машин. Тут тысячи учеников ходят. В этом районе две школы. Зебры появились в районах, где больше всего людей. Priorитет отдавался участкам пригорода, где есть школы и детские сады. Эта трещина петона на улице Тудор Владимирович из Дурлешки была установлена только от родителей из группы «Инициатива». После того, как вы видите, здесь транспорт circulает без института. И когда появилась трещина петона, локатели говорят, что они чувствуют себя более в безопасности. Было очень неудобно, потому что приходилось ждать несколько минут. Даже если водители видели, что я стою с ребенком, кто-то останавливался, кто-то нет. Было очень неудобно. Сейчас гораздо лучше. И это очень радует. А теперь вы чувствуете себя безопаснее? Да, конечно. Специалисты Дурлешской примарии по городу строительству и планированию утверждают, что пешеходные переходы были обустроены незаконно. И теперь они ждут ответа от инспектората общественной безопасности, дабы понимать, что делать дальше. Однако, по мнению чиновников, зебры необходимо убрать. Мы точно знаем, что эти надземные пешеходные переходы появились тут без согласования с какими-либо государственными учреждениями. Прежде всего, специалисты в этой области должны были разработать технический проект. Все пешеходные переходы должны рассчитываться и проектироваться еще до их появления. По-моему, их нужно убрать и обустроить новые, но уже по регламенту. Местные власти не отрицают, что пешеходные переходы в Дурлештах нужны. Но утверждают, что заняться ими сейчас не могут, поскольку у пригорода по-прежнему нет утвержденного бюджета на 2023 год. Мы не можем проводить работы по пешеходным переходам по той причине, что сейчас, в сентябре, у нас по-прежнему нет утвержденного бюджета на текущий год. Я не знаю, почему его не утвердили. Возможно, это связано с выборами. Может, они с помощью этого рычага хотят остановить работу в нашем населенном пункте. Мы попытались узнать, какова позиция Национального инспектората общественной безопасности по поводу пешеходных переходов, установленных в Дурлештах. Но в пресс-службе учреждения на наш телефонный звонок не ответили. Продолжение следует...